Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу еще об одном достаточно известном и популярном санатории Беларуси, который называется Спутник. Он расположен на территории национального парка, который считается одной из наиболее экологически чистых в Беларуси. Санаторий Спутник принадлежит банку АСБ Беларус Банк, то есть является ведомственным санаторием. В этот санаторий достаточно большое количество средств в свое время было вложено. Запустили его в 2006 году, а один из корпусов в 2013. Ну, как вы понимаете, 12 лет это в принципе не срок для санатория, он достаточно хорошо выглядит. Интерьеры, оборудование, лечебница, номера, все достаточно новое. Ну и, соответственно, как и в любом частном санатории или отеле, уровень обслуживания на более высоком уровне, чем в государственных здравницах. Вместительность Спутника 293 места в двух семиэтажных корпусах. В одном корпусе у них расположена столовая, бассейн, лечебница, а в другом кинозава, там кафе и спа-центр. И оба корпуса соединены между собой теплым крытым переходом. Номера по комфортности достаточно приличные и везде установлена новая мебель. Что интересно, у санатория Спутник есть еще и деревянные коттеджи. Но если в них проживать, допустим, с семьей, то на лечение и питание придется идти в основные корпуса по улице. Это такой небольшой недостаток. Везде безбарьерная среда для людей с ограниченными физическими возможностями. И несмотря на то, что санаторий расположен возле озера, никаких комаров нет на территории. Везде установлены специальные установки для их уничтожения. Можно приезжать сюда с детьми. Для детей от 3 лет есть специальная оздоровительная программа. Там даже есть школа, чтобы дети не отрывались от школьной программы. Если родители привозят их посреди учебного года. Но эта школа работает только для семей граждан Белоруссии. Также в санатории есть большой аквапарк, детская комната и плюс еще игровой комплекс для детей. Детки ваши скучать там точно не будут. Что касается медицинской базы, я хочу сказать, что владелец санатория не пожалел денег на медицинское оборудование. Очень хорошая диагностика там. С собой вообще никаких анализов можно не брать. За исключением там санаторно-курортной карты. То есть все необходимое обследование можно пройти на базе санатория. И как бы для этого, конечно, лучше забор один день брать. Ну на сутки больше, да, приехать. Вся диагностическая программа там платная. Кроме базовых анализов, которые входят в стоимость путевки. Что еще мне особо понравилось? Лечебная база работает без выходных. Абсолютно. И я вот сейчас сравниваю это с санаториями Чехии, где процедуры по субботам и воскресеньям не проводятся. Конечно, это большой плюс. Потому что в принципе я-то оплачиваю проживание и лечение. Да, зачем мне два дня терять? Спутники процедуры проводят с 8 утра и до 8 вечера. То есть представьте, это достаточно большой промежуток времени. Проводят циклично. То есть это не так, как вам там грязи терапию назначат один раз в неделю. Как это в Чехии или там, допустим, в некоторых других странах Европы проводятся. Это ни о чем. Грязи терапия один-два раза в неделю это не грязи терапия. То есть в Беларуси это все делается по старым еще советским лекалам, когда делаются процедуры циклично. Вам там, если вы приезжаете, допустим, на 22 дня, вам делают 10 грязевых аппликаций, 10 ванн, там массажи, соответственно, циклом 10. И вообще в спутнике более 250 видов процедур. Это огромный перечень. Я, честно говоря, ни в одном санатории Европы такого количества процедур не видел. Все лечение в хорошо оборудованных кабинетах проводится. Я считаю, вообще с точки зрения психологического комфорта это важно, потому что когда вы проходите процедуры в классном кабинете, где уютно, тепло, он новый, как бы не чувствуешь, что ты лечишься. Это очень важно. С питания в общей спутнике отдельная история. Значит, санаторий принципиально отказался от шведского стола. Аргументируют тем, что когда в санатории присутствует шведский стол, то гости как бы не знают меры в еде и набирают, естественно, лишние калории. И эффект уже от лечения нивелируется. В спутнике гостей корма по пятиразовой системе. То есть голодными там точно не будете. Упор, конечно, делается на блюда из свежих овощей, нежирные сорта мяса, рыбы. Рыба в основном там прессоводная. Все блюда проходят специальную обработку в режимах запекания, тушения, пар, без жарки. И я вам скажу, что не думайте, что там ассортимент аскетический, как в классических советских санаториях. Нет. Готовят и национальные белорусские блюда, там и плов, и гуляши, отбивные, мясные пудинги. Все-все-все. Но все блюда максимально сбалансированы по калориям. Хотите похудеть? Пожалуйста. Делаю специальные разгрузочные дни. Диету для вас подберут индивидуально. И, конечно, в спутнике есть аналог знаменитой номерной системы диет. Там диета B. Это аналог диеты 15. Полноценный рацион питания для здорового человека. Как бы за исключением трудно перевариваемых и острых блюд. Диета есть P. Это аналог диеты номер 5. Блюда только во дворном, запеченном или в парабом виде. Диета N. Это аналог диеты номер 7. Там блюда только с ограниченным количеством хлорида натрия и жидкости. Это важно для пациентов-сердечников и для почечных больных. Чтобы у них не повышалось давление и не было нагрузки на почки. Плюс диета D, которая является аналогом диеты номер 9. Блюда с ограниченным количеством жиров, холестерина и соли. Что касается досуга. Ну, собственно, это прогулки по лесу. В теплое время года можно купаться в озере. У санатория свой песчаный пляж. Есть свой кинотеатр. Есть свой спа-центр. Можно релаксационные процедуры пройти. У них там спортивный зал достаточно большой. То есть можно поиграть. Ну, как бы точно не скучно. И плюс ко всему этому чистый воздух, тишина. Если уходите на экскурсию, можно заказать прямо в санаторий экскурсию. Поехать в замки посмотреть. Там парковые комплексы, старые костелы, храмы. Все это заказ можно на рецепции оформить. В общем, вот такие мои впечатления от санатория Спутник. Друзья, в описании к видеоролику мои контакты. Пишите, звоните. Обязательно вам помогу с выбором лечебного курорта, санатория. Не стесняйтесь. Крепкого вам здоровья. Пока.